Всех представителей знака Зодиака Дева, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео мы будем для вас снимать ваш второй прогноз на апрель 2021 года. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Первая у нас колода это черная на золоте, лимитированная версия. И вспомогательная у нас колода это золотой венецианский Ленорман от редакции Евгения Ивкова. Итак, для тех, кто впервые на моем канале рассказывает, как буду выстраивать работу. Мы с вами посмотрим общую атмосферу месяца, а также событийный ряд, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс спросим у карт совет, как вам провести данный месяц наиболее продуктивно. И на Ленорман посмотрим неожиданность данного периода. Напоминаю вам, что расклад является общим, может не отыграться для каждого из вас, поэтому примите, пожалуйста, это во внимание. Ну и будем с вами смотреть, к чему вам стоит готовиться. Итак, общая энергия месяца. Что у вас ожидает в плане работы? Что ожидает в плане финансов? Вопросы здоровья, личная жизнь и совет от карт. Пока вы настраиваетесь на прием информации, на получение тех знаний, которые дают нам Таро. Я спешу поздравить наших женщин, девушек, бабушек. Милые мои, с праздником вас 8 марта, так как снимаю для вас именно в этот день. Пусть все ваши самые-самые заветные мечты обязательно сбудутся. Счастья вам, здоровья, молодости, красоты, процветания и благосостояния. Будете самыми счастливыми. Ну, давайте смотреть. Итак, общие энергии месяца. У вас падает паж кубков. По пажу кубков это в первую очередь эмоциональный подъем. Это расцвести, воодушевиться, это радоваться каким-то мелочам. Много новых знакомств, общения, акцент на детях, акцент на творчестве. Потому что, как показывает этот аркан, это выплеснить свои эмоции и наполнится. Причем наполнится эмоциями позитивного характера. Безусловно, аркан многогранен, поэтому мы с вами посмотрим, в чем для вас он будет более созвучен. И могу сказать, что здесь отстаивать свои права. Права своих детей. Отстаивать права на развитие, на творчество. Добиваться успехов на творческом поприще. Неважно, чем вы занимаетесь. Вы поете, танцуете, вы пишете картины, пишете музыку. Это добиться своей цели, добиться в плане развития. По работе у вас здесь падает король мечей. Аркан, который указывает на ситуацию оценочного осуждения вашей работы. То есть, например, если на текущий момент вы не работаете. Вы в декрете, либо вы на пенсии. То здесь, как показывает король мечей, вы будете обращаться в соответствующие инстанции. Чтобы пересмотрели вам какую-то помощь, дотацию, выплаты. Чтобы подняли вам, может быть, не то чтобы прожиточный минимум. Но дали какие-то дополнительные субсидии или дотации, которые вам помогут улучшить ваш социальный статус. Если вы в статусе соискателя, то данный аркан указывает на оценочное осуждение. И более того, здесь, если смотреть по этим арканам, король мечей, рыцарь мечей, могут возникать конфликтные ситуации. Потому что вы будете чувствовать, ну уж слишком, такой жесткий напор и предвзятое отношение к вам. Да, вы объяснете интеллектом, но здесь, как показывают арканы, нет перспектив трудоустройства еще в рамках этого месяца. Для тех же, кто является на текущий момент наемным сотрудником, то арканы здесь показывают проверки, аккредитация, аттестация, сдачу экзаменов. Причем те, которые для вас пройдут успешно. Если же у вас свой собственный бизнес, то, как заявляет карта, это могут быть действительно проверяющие инстанции, это подавать декларации, это решать какие-то вопросы лицензирования, может быть у вас какое-то новое дело. И будут очень большие переживания и страхи по этому вопросу. Сейчас посмотрим, чем для вас это все ознаменуется. По рыцарю Пентакли здесь все будет стабильно. Это медленно, но верно идти к своей цели, добиваться результатов, достигать необходимых вершин. По вопросам финансов, смотрите, на финансы у вас падает рыцарь Жезлов. С деньгами здесь все нормально, деньги приходят, но это такой момент, как пришли, так и ушли. Рыцарь Жезлов показывает вот активность, пришли деньги, на что-то потратили, во что-то вложили, то есть по сути в руках они задерживаться не будут. У многих это будут траты на поездки, планирование отпуска, туры раннего бронирования, либо какие-то траты на автомобиль, связанные с автомобилем. Поэтому здесь, как показывают карты, финансовый достаток у вас будет. Будет возможность закрыть все ваши базовые потребности. Но вместе с тем, конечно, удержать какую-то финансовую стабильность, и что-то здесь отложить не получится. По вопросам здоровья. Паз Жезлов. Это, в принципе, нормальная карта, которая указывает на хорошее эмоциональное и физическое самочувствие, но есть некое легкомыслие у вас к своему здоровью. Здесь есть риск подцепить какие-то детские заболевания, ну, по принципу там ветрянки, корь, свинка, еще какие-то моменты. И вопросы, связанные со связками, то есть подтянули где-то там лодыжку, то есть подвернули ногу, не дай бог, конечно. Вот эта карта указывает, ну, постарайтесь, чтобы ваши связки были эластичными, занимайтесь спортом. И если есть такая ситуация, то есть не откладывайте, либо занимайтесь сразу профилактическими мерами, обращайтесь к врачу, чтобы не усугубить какие-то вопросы потом с мелкими травмами. Ну, потому что здесь, как правило, знаете, как что-то резко потянули, надорвали, и могут быть потом какие-то вот ноющие болезненные состояния. По вопросам личной жизни. Что ж, у вас девиз такой вот «Доверяй, но проверяй». Будете, знаете, как с опаской, недоверием относиться ко всему и вся, что есть в вашем окружении. Но так как, безусловно, вы все абсолютно разные, кто-то свободен, кто-то в любовных треугольниках, а кто-то в стабильных связях, соответственно, и событийный ряд для вас будет меняться. Поэтому давайте посмотрим для тех, кто на текущий момент свободен. Здесь по императрице придет вам предложение либо состоять в союзе в качестве постоянной партнерши, либо, если мужчина, то это вы будете кому-то присматриваться, но вот будьте такой с некой опаской и недоверием. То есть насколько человек искренен, насколько стоит ему доверять, насколько стоит вкладываться в этот союз. Но тем не менее вопросы новых знакомств здесь проходят. Для тех же, у кого любовные треугольники и нестабильные связи. Ну что могу сказать? Это ваша триада, она будет так и дальше продолжаться. Как были в этой лодке, так и останетесь. Но здесь уже знаете, как будут такие сомнения, и взвешивать будете вашу позицию. А не уйти ли вам в новое? А не оставить ли вам текущую ситуацию? И не обратить ли ваш взгляд в новые отношения? И не быть в этом треугольнике, оставить его за плечами? Для тех же, у кого стабильные взаимоотношения, то здесь все так и останется. Единственное, что здесь могут быть какие-то сомнения или недоверие относительно распределения финансового бюджета. То есть, насколько честен либо ваш партнер или ваша партнерша в плане распределения семейного бюджета. Нет ли там заначки, нет ли каких-то финансовых интриг. То есть, будет сомнение только в этом порядке. Потому что здесь нет смысла кого-то пытаться уличить в неверности либо еще в каком-то моменте. То есть, здесь все стабильно. Так, в качестве совета, смотрите, что вам здесь ложится. Дурак. Дурак это, в первую очередь, обновление, новый этап жизни, новые возможности. Если планирование вопроса деторождения, то, как говорится, и карты в руки. Потому что самый такой благоприятный месяц и благоприятный период. Это, в принципе, акцент на детях, на их развитии, творчестве. Это акцент на отдыхе. Потому что дурак это, в первую очередь, карта путешествий, карта дороги, карта перемещений, карта легкости и, в первую очередь, обновления. Поэтому, если у вас есть такова возможность физическая, финансовая, временная, то рекомендовано в апреле месяце вам отдохнуть, набраться сил. Но, в первую очередь, это аркан новых проектов, легкости, новых начинаний. Причем, начинаний успешных. Поэтому, если планировали опробовать новый вид спорта, новое увлечение, новое хобби, предлагают новые отношения, новую работу, соглашайтесь. Потому что для вас это будет плодотворным и успешным. Посмотрим теперь на неожиданные события данного периода. Какова у вас здесь будет ситуация? Какие вам тут арканы, однако, ложатся? Сиськи, сад, аист. Новые интригующие знакомства, много эмоций, эмоционального, сексуального влечения, новые связи, путешествия, поездки, смена обстановки. Понимаете, кровь будет кипеть, бурлить. Потому что по этим арканам, это, знаете, как слишком повышенный уровень фертильности. И, помимо всего прочего, желание быть в центре внимания, новое общение, новые начинания, причем плодотворные. Почему? Потому что вы в них будете вкладывать массу энергии. Новые проекты, которые доставят массу удовольствия и продвинут вас в каких-то начинаниях. Если же это вопросы переезда, смены места жительства, то очень успешный. Если это путешествие, то путешествие, которое запомнится надолго. Поэтому здесь, смотрите, карта у вас очень перспективная и продуктивная. Там уже решать, безусловно, вам. В любом случае, я от вас буду ждать обратной связи. Как для вас проиграется эта ситуация, как проиграется этот месяц. Для вас я его перекрою позитивными арканами, чтобы отыгрались только благоприятные моменты. Если же вас интересуют вопросы обучения на Таро, либо индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои текстовые, либо голосовые сообщения. Мой админ Анастасия с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Я же с вами не прощаюсь. Еще раз вас всех с праздником и до новых встреч!